Всем привет! Из этого видео вы узнаете, что такое брокерский счет и как его открыть. А в конце ролика мы расскажем, у какого брокера его лучше открыть. Что такое брокерский счет? Брокерский счет – это по своей сути особый счет клиента, в котором он хранит деньги и финансовые инструменты. Например, акции компаний, облигации, фьючерсы, валюты. Такой счет открывается у брокера, который в обязательном порядке получает лицензию на осуществление своей деятельности. Он предназначен для осуществления транзакций с различными финансовыми инструментами на российских и иностранных биржевых рынках. Важно помнить, что без брокерского счета физическое лицо не может совершать операции на бирже. Основные виды брокерских счетов Существует несколько видов брокерских счетов. Они подразделяются в зависимости от формы взаимодействия, а также типа проводимых сделок. Итак, первый – наличный брокерский счет. Является самым простым и поэтому наиболее популярным видом. Для него характерно то, что сразу после процедуры регистрации, а также пополнения депозита, можно приступать к проведению транзакций с целью вложения денег. Второй – маржинальный счет. Открывается тогда, когда брокерская компания предоставляет владельцу счета различные дополнительные услуги, в том числе кредитные средства для использования в торговле на бирже. Третий – индивидуальный инвестиционный счет. Позволяет владельцу каждый год получать возмещение налога. Однако на такую возможность имеется определенное ограничение. Нельзя закрыть индивидуальный инвестиционный счет и снять денежные средства раньше определенного законом времени. Четвертый – опционный брокерский счет. Позволяет работать с опционами. Для чего нужен брокерский счет физическому лицу? Брокерский счет необходим, чтобы вкладывать денежные средства в различные ценные бумаги, в том числе в акции и облигации. Кстати, о том, как купить и продать акции, мы рассказывали в прошлом видеоролике. С одной стороны, такой инструмент является прекрасной альтернативой депозитам, открываемым в банке. Брокерский счет позволяет заработать гораздо больше, но с другой стороны, его использование гораздо более рискованно. При этом абсолютно все риски, возникающие при проведении транзакций, ложатся на плечи инвесторов, то есть владельцев брокерского счета. Брокеры оказывают своим клиентам посреднические услуги, предоставляя доступ на биржу. При этом такие компании не несут ответственности за совершаемые их клиентами операции. Сколько стоит открыть брокерский счет? Сегодня большинство компаний предлагает открыть брокерский счет абсолютно бесплатно. Пополнить его можно также без комиссии в любое удобное время в режиме онлайн. Традиционно брокеры устанавливают минимальную сумму, которую можно внести на брокерский счет. Однако для привлечения большего количества новых клиентов, некоторые компании снизили минимальный депозит до нескольких долларов. Тем не менее, специалисты рекомендуют для самостоятельного инвестирования использовать сумму, эквивалентную 50 тысячам рублей и более. Аргументов в пользу такого размера депозита несколько. При небольшой сумме на брокерском счете не удастся использовать большинство торговых стратегий. Многие брокеры устанавливают комиссию заведения счета в случаях, когда он пополнен на небольшую сумму. Названная сумма актуальна для фондового рынка. Если рассматривать валютный рынок Форекс, здесь минимальный размер депозита абсолютно другой. Для нормального начала торговли достаточно внести 100 долларов. Более подробно про Форекс брокеров мы рассказывали в отдельном ролике. Принимая решение о сумме пополнения брокерского счета, инвестор в обязательном порядке должен учитывать наличие возможности использовать кредитное плечо в выбранной компании. Этим термином обозначают возможность клиента оперировать в процессе торговли на бирже большей суммы денег, чем находится на брокерском счете. Важно понимать, что использование кредитного плеча увеличивает уровень риска трейдинга. Как открыть брокерский счет физическому лицу? Итак, приведем пошаговую инструкцию по открытию счета у брокера. Шаг первый. Определиться с суммой пополнения. Большинство брокеров устанавливают минимальный размер пополнения счета. Он определяется в первую очередь видом финансового инструмента, используемого в процессе инвестирования. Нет смысла вносить слишком маленькую сумму, так как размер прибыли определяется как процент от суммы на счете. Однако специалисты предупреждают новичков о том, что не стоит пополнять депозит сразу на всю имеющуюся сумму, так как всегда есть риск полностью потерять вложенные средства, даже если брокерская компания пытается убедить вас, что это не так. Также важно учитывать, что некоторые компании при отсутствии оборота взымают ежемесячную комиссию. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, лучше заранее выяснить, имеется ли в тарифах брокера подобная плата. Шаг второй. Выбираем брокера. Брокер представляет собой посредника между биржей и участником торговли. Именно эта компания позволяет получить физическому лицу доступ к рынку. В первую очередь следует тщательно проанализировать условия обслуживания у конкретного брокера. Начинающий трейдер должен оценить необходимую сумму требуемого начального депозита, размер комиссии за основные и дополнительные услуги. Следует также выяснить возможность торговли на зарубежных рынках, наличие разрешения на брокерскую деятельность. Не лишним будет до открытия счета проверить рейтинг надежности брокерской компании. Шаг третий. Определяем тип брокерского счета. Когда физическое лицо определилось с брокерской компанией, ему необходимо выбрать между обычным и индивидуальным инвестиционным счетом. Сделать это невозможно, если не знать отличительные особенности каждого из них. Обычный брокерский счет позволяет его владельцу получить доступ к совершению операций на бирже. Кстати, более подробно про торговлю на бирже смотрите в нашем ролике на канале. Вести трейдинг можно самостоятельно, либо доверить деньги опытному управляющему. Доход, получаемый на обычном брокерском счете, облагается налогом на доходы физических лиц. Брокер выступает налоговым агентом, уплачивая налог за своих клиентов. Владелец счета в конечном итоге получает уже чистый доход. Индивидуальный инвестиционный счет предоставляет его владельцу такие же возможности, как обычный. Однако дополнительно клиент получает возможность оформить налоговый вычет. Существует два типа налогового вычета. Тип А – это вычет на сумму пополнения. И тип Б – вычет на получаемый доход. Важно помнить, что такой счет имеет ограничения, которые следует учитывать при выборе. Таким образом, инвесторам, которые планируют открыть счет в рублях, на длительный период времени можно порекомендовать индивидуальный инвестиционный счет. После его пополнения, даже при условии отсутствия операций, владелец вправе получить возмещение по логу. Шаг четвертый. Выбираем тарифный план. На выбор своим клиентам брокерские компании предлагают несколько тарифных планов. Чтобы выбрать среди них оптимальный, клиент должен в первую очередь определиться со стратегией, которую он будет использовать в процессе торговли. По этому принципу трейдеров делят на активных и пассивных. Пассивный инвестор совершает небольшое количество сделок. В среднем по 2-3 в месяц. Он использует операции на рынке для периодического пополнения своего портфеля активами. Для такого инвестора значение имеет размер комиссии за каждую операцию и плата за услуги депозитария, который занимается хранением ценных бумаг. Активные инвесторы осуществляют операции на бирже каждый день. Для такого участника рынка принципиальное значение имеет комиссия за операцию. Заранее выберите тарифный план для брокерского счета. Если этого не сделать, брокер может установить тариф по умолчанию. Шаг пятый. Выбираем способ открытия брокерского счета. Большинство брокеров предлагает своим клиентам на выбор два способа открытия счета. Посредством посещения офиса компании и в режиме онлайн. Открытие брокерского счета через интернет позволяет сэкономить огромное количество времени. Шаг шестой. Подготовка документов для открытия счета у брокера. Брокерские компании самостоятельно разрабатывают перечень документов, необходимых для открытия счета. Тем не менее, существует пакет бумаг, который необходим в любом случае. Для открытия брокерского счета обязательно потребуется заявление, а также анкета по форме брокерской компании, документ, удостоверяющий личность, свидетельство, подтверждающий постановку на налоговый учет. Шаг седьмой. Получаем подтверждение об открытии брокерского счета. Когда все документы предоставлены, а договор подписан, сведения направляются брокерам на биржу для регистрации счета. Этот процесс может занять до двух суток. Когда брокерский счет будет открыт, его владелец получит доступ к бирже. При этом на номер мобильного придет СМС-сообщение, подтверждающее открытие счета. Шаг восьмой. Пополняем брокерский счет. Пополнить счет у брокера можно в любое удобное время. Пока это не будет сделано, счет будет неактивен. Пополнить счет можно переводом с банковской карты, переводом с накопительного или сберегательного счета, с электронного кошелька и так далее. Где лучше открыть брокерский счет новичку? Выбрать хорошего брокера – задача не из легких. Особенно сложно самостоятельно сделать это новичкам на финансовом рынке. Чтобы не допустить ошибок, специалисты рекомендуют пользоваться рейтингами, которые составляются профессионалами. Список надежных брокерских компаний вы найдете в описании к ролику. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!